Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Закон и право» и сегодня на наши вопросы ответит старший помощник прокурора Сергиевского района Староверова Анастасия Андреевна. Здравствуйте, Анастасия Андреевна! Здравствуйте! Итак, Анастасия Андреевна, сегодня мы с вами поговорим о правах граждан в сфере переселения из аварийного жилья, их реализацию и защиту. В связи с этим первый вопрос. Какие проявления имеет конституционное право граждан на жилье? Конституционное право граждан на жилище имеет ряд проявлений, Одним из которых является гарантия защиты жилищных прав в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу. При этом особенности механизма защиты прав граждан зависит от формы собственности жилого помещения, находящегося в аварийном доме. Переходим к следующему вопросу. Какие права есть у граждан, нанимателей муниципального жилья при сносе их дома? Согласно статье 86 и части 1 статьи 89 ЖК РФ, граждане, проживающие в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, и являющиеся нанимателями, находящимися в нем жилищного помещения, государственного или муниципального жилищного фонда, подлежат выселению с обязательным предоставлением другого, равнозначного по площади, благоустроенного, применительно к условиям соответствующего населенного пункта и жилого помещения по договору социального найма. Предоставляемое жилое помещение должно находиться в границах населенного пункта, в котором расположено аварийное жилье, с исключением случаев выраженного письменного согласия гражданина на предоставление ему жилья в другой местности. Действующее законодательство не содержит понятия «ветхое жилье». Однако из общего смысла термина следует, что это жилье, которое вследствие физического износа полностью или частично утратило свои эксплуатационные свойства. При этом аварийное жилье признается на основании решения государственного органа или органа местного самоуправления, поэтому сама по себе ветхость жилья не влияет на права граждан. А какие вопросы чаще всего возникают при расселении муниципального жилья? Наиболее часто возникающие в правоприменительной практике вопросы связаны с понятием равнозначности, благоустроенности нового жилого помещения, а также его удаленности от ранее занимаемого жилья. Самый интересующий меня вопрос на данный момент, что означает равнозначность? Критерием равнозначности, предоставляемого жилого помещения, исходя из буквального толкования чести первой статьи 89 ЖК РФ, является его соответствие раннему занимаемому по площади. При этом, несмотря на фактическое ухудшение условий проживания, предоставление, например, вместо трехкомнатной квартиры, хотя и равной по площади, но двухкомнатной, или, скажем, вместо двух изолированных комнат, двух смежных, не является противоречащим законом. И об этом есть соответствующее определение Верховного суда Российской Федерации. Не исключены случаи, когда предоставление гражданам квартир более по площади по сравнению с ранее занимаемым жилым помещением, что вынуждает нанимателей осуществлять бремя содержания жилых помещений в повышенном размере. И указанный вариант тоже не противоречит правилу предоставления равнозначного жилья, поскольку не ухудшает положение гражданина. Следует понимать, что предоставление нового жилого помещения по договору социального найма в связи со сносом дома является мерой компетенционного характера. И в связи с чем, например, предоставление однокомнатной квартиры площадью 30 квадратных метров взамен такой же, но находящийся в аварийном доме семье из 4 и более человек является законным и обоснованным. Вместе с тем, предоставление нового жилья в указанной ситуации не лишает права семьи состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. И впоследствии они имеют полное право претендовать на получение квартиры с большей площадью. А какое жилье, например, признается благоустроенным? Степень благоустроенности определяется органами местного самоуправления, применительно к условиям каждого конкретного населенного пункта, и это не всегда означает обязательное наличие центрального отопления и системы водоотведения. Следующий вопрос. Какие ограничения по удаленности предоставляемого жилья? Поясните нам, пожалуйста. Судебной практикой разделяются понятия населенный пункт и муниципальное образование. Так, под населенным пунктом понимается населенное место, либо же поселение. Это первичная единица расселения людей в пределах одного застроенного земельного участка, будь то город, поселок или поселок городского типа, либо село. Вместе с тем, переселение граждан из одного района города в другой, пусть это и были учет для них неудобства, не является также противоречащим законом. Анастасия Андреевна, следующий вопрос. Закон или отсрочка предоставления другого жилья? Вероятно, под отсрочкой вы подразумеваете случаи, когда дом признан аварийным в текущем году. А если расселение производится спустя несколько лет, если мы говорим о муниципальном жилье, то жильеющее законодательство не предусматривает каких-либо сроков переселения граждан из аварийного дома в другой. Поэтому в таких случаях следует руководствоваться вообще правовым принципом о разумном сроке. Но в любом случае предоставляется неправомерным проживание граждан в аварийном доме на протяжении нескольких лет, при условии, что органам местного самоправления не принимается никаких мер по восстановлению прав живущих в них граждан. При указанных обязательствах возможна успешная защита прав в судебном порядке. И вместе с тем следует участвовать, что один факт непригодности жилого помещения для проживания не является достаточным основанием для внеочередного обеспечения жилым помещением по договору социального найма. Если же мы говорим о жилье, находящемся в собственности гражданина, то срок расселения аварийного дома устанавливается одновременно с его признанием аварийным. Данный срок законодательством также не определен, и вместе с тем возможно возложение на органы местного самоправления обязанности по внеочередному предоставлению других жилых помещений до наступления установленных сроков сноса и расселения аварийного дома и жильцов. Расселение жильцов допустимо, если занимаемое жилое помещение создаёт непосредственную угрозу для их проживания и грозит обвалом на момент рассмотрения гражданского дела. В каком порядке происходит переселение граждан из жилья, находящегося в их собственности? Так, статья 32 ЖК РФ предусматривает, да, способы обеспечения прав собственников жилых помещений, расположенных в аварийных домах. Это изъятие земельного участка вместе с находящимся на нем жилым помещением для государственных и муниципальных нужд, с предоставлением либо денежного возмещения, исходя из стоимости изъятого, либо другого равноценного жилого помещения. При этом процедура изъятия жилья вместе с земельным участком включает в себя несколько этапов. Первое – это направление собственникам требования о сносе аварийного дома и принятие решения об изъятии и в последующем заключение собственниками соглашений о таком изъятии. А скажите нам, пожалуйста, возможно ли признание аварийными частных домов? Жилищный кодекс Российской Федерации и положение признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу либо реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации номер 47, предусматривает возможность признания аварийным только многоквартирного дома, вследствие чего частные дома не могут быть включены в региональную программу переселения из аварийного жилья. И последний на сегодня вопрос. Какие проблемы наиболее часто возникают при восстановлении прав собственников аварийного жилья? Наиболее часто в правоприменительной практике возникают вопросы, связанные с размером возмещения за изъятое жилье и обязанностью переселяемых в новые жилые помещения граждан осуществить доплату за предоставление жилья большей площади, чем ранее занимаемое ими жилое помещение. Спасибо большое, Анастасия Андреевна, что пришли и ответили к нам на наши вопросы. Это была программа «Закон и право». Смотрите нас каждую неделю на телеканале «Радуга-3». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова